Короче, сегодня хочу поговорить с вами об улыбках. Почему американцы так много и широко улыбаются, почему мы, русские, улыбаемся совершенно не так, ну и вообще не улыбаемся. Вообще, почему мы всё время такие недовольные? Почему я вдруг решила заснять такое видео? Короче, я в инстаграм подписана на одну женщину, эмигрантку из России, которая живёт в США. Блин, вот не буду врать, где она живёт, но где-то в каком-то южном штате, может, в Калифорнии где-то живёт. Но ей так уже, наверное, за 40. Она фитнес, ну, то ли тренер, то ли фитнес-коуч, я не знаю. Но она очень хорошо выглядит, прям вообще кайф. Я вам её сейчас покажу, вы сами увидите. Ей реально за 40 лет. Живёт она в США давно, то есть я так думаю, что лет 20 уже, да, вроде она мне писала, что лет 20. И она очень улыбчивая. Она прям вот на всех видео, я смотрю её, то есть там смотрю, мне нравится, мне нравится на самом деле. Она так заряжает таким позитивом. Она вообще улыбается просто во все зубы, то есть и глаза тоже такие. И честно скажу, да, это позитив, это заряжает, но, блин, это как-то непривычно вообще. Вот для меня это непривычно. Я даже не могу объяснить, какие вызывают у меня это, ну, эмоции, почему просто это как-то непривычно. Это даже как-то отталкивает. Давайте я вам сделаю небольшую такую нарезку видео. Вы сейчас просто посмотрите на неё. Вот, может, подпишетесь. Я не собираюсь её обсирать. Не-не-не, ни в коем случае. Просто посмотрите на неё. Вообще, на самом деле, она очень классная. Мне очень нравится её фигура. Мне нравится такой типаж, да, вот когда вот такие худенькие, да, вот жилистые, да, всё просвечивает. Пресек виден, да, видно, что человек спортивный. При этом ничего не перекачано, да, вот и грудь маленькая. Ну, единственное, что не моё, это вот в её внешности, это короткая стрижка. Но так, в целом, мне очень нравится, как она выглядит. Ну, и правда, согласитесь, да, женщине больше 40 лет, и, ну, это супер просто выглядит. Я, короче, не постеснялась и напрямую написала комментарий. Говорю, ну, как, почему вы так улыбаетесь широко? Говорю, ну, вот у меня вызывает ваша улыбка, ну, какие-то такие, ну, недоверие, что ли, как будто вы неискренне улыбаетесь. Ну, правда, вот у нас так не принято улыбаться. Вы знаете, она очень адекватно отреагировала на мой комментарий. Ну, видно, что у человека нормальная психика, да, вот если бы я в России кому-нибудь написала такой комментарий, ой, меня бы сразу облаяли бы. Человек нет, человек нормально отреагировал, как бы, ну, говорит, я так всегда улыбалась. Я у неё спросила, что вы когда вот ещё в России жили, вы как бы, ну, как поменялась ваша улыбка, да, ваше отношение вообще к миру, да, после того, как вы переехали из России в США? Она говорит, ну, я, говорит, всегда была такой улыбчивой, жизнерадостной, то есть в целом, видимо, нет. Но я думаю, что всё-таки да, я думаю, что всё равно, те люди, которые переезжают в США, они меняются. Ну, а как они поменятся, если вокруг все лыбятся? Ну, короче, женщина отреагировала, ну, очень хорошо, прям вот вообще кайф, вот объяснила мне всё, там, выскала своё мнение, здорово, я поблагодарила, ну, и всё. Но я задумалась, почему, почему всё-таки вот американцы так улыбаются, а мы так не улыбаемся? И я, короче, вчера гуляла вечером с ребёнком, у нас погода такая, ну, реально зимняя, снег, вот это всё метёт, и я про себя так думаю, ну, блин, вот в такой погоде улыбаться не хочется, да? Это, во-первых, климат такой, да, переменчивый, да, вот явно видно зима, лето, весна, осень, ну, и сама по себе зима, да, суровая, то есть от этого улыбаться не очень хочется. Я сама иду по улице, темно, снег метёт, это мокрота, да, скользко. А чему улыбаться-то, чему улыбиться-то? Ну, непонятно, да? Другое дело, если ты живёшь в Калифорнии, да, там где-нибудь, ну, вообще, в принципе, да, у моря, и там постоянно светит солнышко, ну, не так, как у нас, да, у нас вообще солнце, я не знаю, когда у нас последний раз было солнце, мне кажется, месяца два назад. И ты там живёшь около пальм, около моря, тебе хочется улыбаться. Кстати, вот по поводу еды, то же самое с едой, да, у нас очень сложно, например, на растительной пище сидеть, да, а у них это там легко, у нас очень сложно будет, да, сбросить какие-то лишние КГ, а там, я абсолютно уверена, там очень легко это делается, потому что, ну, солнце, это уже питание своеобразное. Короче, я думаю, что, знаете, всё-таки всё это лежит не в каких-то там чисто моралистических там моментах, да, взгляда на жизнь, там, типа, мы такие все злые сами по себе, да нет, это всё фигня. Я думаю, что это просто вот именно даже природные моменты, климат, да, как влияет на человека. Ну, ещё, наверное, какой-то исторический опыт, да, всё-таки. Менталитет, что ли. Ну, ребятки, с нашим менталитетом разве захочется улыбаться? У нас же будущего-то нет. Вот у кого из вас есть будущее? Я не знаю, какое у нас будущее. А всё-таки, ну, если говорить о США, да, если говорить о США, да, ну, там люди более уверенные в завтрашнем дне. Ну, хотя бы потому, что их валюта, доллар, она задаёт тон всем остальным странам, да. Понимаете? Если мы, живя в России, понимаем, что у нас всё зависит от доллара, так как мы можем быть уверены в завтрашнем дне, да? Вот если бы мы в США жили бы, мы, конечно, может быть, и побольше улыбались. Ну, или если бы рубль был мировой валютой, да. Ну, а что вы думаете по этому поводу? Вы часто улыбаетесь вообще в повседневной жизни? Или нет? Ну, ребятки, вот смотрите, вот давайте, вот, например, да, я вам видео показала, да, этой девушке, да. Давай я попробую изобразить эту улыбку. Вот такую вот сумашелую американскую улыбку. Ну, на мой взгляд, какая она? Она вот такая. Ну, разве это нормально, да? Ну, ладно, давайте попробуем без глаз. Давайте глазные мышцы не будем подключать, попробуем поспокойнее. Ну, блин, мне даже непривычно. А вот вам привычно? По-другому, ну, российская улыбка, да? Российская улыбка, она без оскала, она такая более сдержанная, да, если она есть. Она, ну, какая-то такая вот. Мне кажется, такая улыбка более привычна нам, да? Ну, или вообще без... Не улыбаясь, да? Я вот вообще всегда вот в магазин прихожу и с продавцами общаюсь. То есть у меня всегда такое выражение лица. Я как-то тут видео один раз снимала, мне спросили, у тебя что-то случилось? Да нет, просто это такое расслабленное у меня состояние. У меня ни плохо, ни хорошо. Просто так вот среднячок такой, знаете, ну вот. Это для меня такое обычное состояние. Такое, знаете, вот. Меня ничего не волнует, меня ничего не колышет, я на таком, ну, расслабоне таком. И всё, и всё, понимаете? Волнует ли меня, улыбаются ли мне в магазине? На самом деле мне плевать, улыбаются ли мне в магазине, да, там и другие люди. Главное, чтобы они со мной вели себя уважительно и достойно, да? Не надо мне улыбиться во все ваши зубы. Честно говоря, меня вообще раздражает, когда мне улыбаются вот так вот во все зубы. Ты приходишь куда-нибудь, и вот тебе улыбаются прямо, знаете, облизывают, как говорит мой муж, вот лижут так, что язык уже в прямой кишке засовываю, да, там. Или я помню, давным-давно это ещё было, только в Асаби ресторан открылся, и я туда ходила на бизнес-ланч. Это было очень доступно, там бизнес-ланч стоили то ли 200 рублей, потом они стали потихоньку дорожать, но это вообще было очень доступно. И ты приходишь в этот Асаби, и там эти официанты к тебе по сто раз подойдут, скажут, спросят ли нравится тебе, там, всё ли у тебя устраивает. Но меня это просто раздражало. Так и хотелось им сказать, расслабьтесь, расслабьтесь, не подходите ко мне, мне так не нравится, мне не нравится, когда меня облизывают, не надо, просто ведите со мной себя достойно, да, и вот так ко всему персоналу. Ну а есть люди, которым нравится, когда их облизывают, когда прям лижут так, что он прям вот уже, ну вот как вот говорю, как язык в прямой кишке, как говорит мой муж. Если мне так начнут лизать, ребятки, я второй раз в это место просто не приду. Я не приду туда второй раз. Почему? Я вам объясню. У меня на подсознательном уровне сложится такое мнение, что те услуги, тот товар, который мне продаётся, он не имеет как бы, либо ценности не имеет, либо с ним уж с товаром что-то не так, и поэтому продавец, ну или человек, который оказывает услугу, он вот этим своим, своей доброжелательностью излишней, вот этим лизоблюдством, он хочет недостаток этого товара компенсировать. Да, вот у меня создастся такое ощущение, и я второй раз к этому человеку не приду и ничего уже не куплю. Правда, я вам серьёзно говорю. Если у меня создастся противоположное впечатление, например, человек себя ведёт доброжелательно, но всё-таки сохраняет достоинство, не лижет, не лижет, не навязывает свой товар, услугу, потому что я считаю, что из моего опыта, что обычно вот это лизоблюдство, оно сочетается с желанием тебе вот что-то навязать. Но обычно так происходит. Я не знаю, как у вас, да, у меня такой опыт был жизненный. Человек ведёт себя сдержанно, то есть не навязывает, не впихивает тебе насильно этот товар, да, и ты уже думаешь, а, значит, у этого человека много клиентов, значит, он не так нуждается в продаже, да, и так далее. Значит, товар его действительно ценен, актуален, я у него его куплю. Вот у меня срабатывает такая логика. Но многие всё равно у нас, у нас психология у многих другая, наверное, я не знаю, потому что маркетологи, наверное, так решают. Я не знаю, из чего это складывается. Считают, что надо клиента облизывать, облизывать, лизать, лизать, улыбаться в эти вот лошадинные улыбки. Не знаю, ребятки. Я бы не хотела, чтобы у меня на ресепшене где-нибудь там улыбались, вот эти вот эти вот оскалы, беспричинные, беспричинные оскалы. Я не знаю, я что, у вас самый, не знаю, последний клиент, что от меня зависит весь ваш бизнес. Что вы мне лыбитесь, а? Короче, вы меня поняли, да? Вы меня поняли. Кстати, даже вот сфера моих услуг, да? У меня есть такая знакомая, знаю я её очень давно, и вот она обладает способностью, я уже про неё как-то говорила, я не буду называть, чем она занимается, сразу будет понятно, кто это. Ну, она обладает способностью лизать конкретно людям попы. И вы знаете, у неё, я так скажу, вот как по общей оценке, да, она не предлагает какую-то очень качественную услугу, я не скажу, что там у неё качественная услуга, но она умеет произвести впечатление так, как будто она у неё очень качественная. Но я-то как бы знаю, да, какое качество она даёт. Она наговаривает, что у неё там есть и такие-то образования, хотя их нет. И она лижет, 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 лижет людям в заднице. И вы знаете, у неё очень много клиентов. Ну, возможно, кому-то это нравится. Но опять-таки, не знаю, большинству или нет, тут как вы считаете? У нас в России преобладают больше те, кому нравится, когда я им вылизываю, да, попочку, либо вот такие, как я. А может, 50 на 50. Ну, в общем, в любом случае, напишите, кто вы. Вот вам нравится, да, когда вам лижут? Или вам не нравится, как мне, когда вам лижут? Блин, как звучит, как-то ужасно, да? Вот видите, у меня сейчас идут искренние эмоции. Искренние. Вот, и как их можно подделать? Вот вы же сразу меня раскусите, если я начну, как американец, лыбу строить. Это искренние эмоции. По поводу американцев, я же много сейчас смотрю каналов эмигрантов, и вот наши эмигранты, которые там пожили уже лет 5-10, они говорят о том, что всё-таки американцы, да, это вот у них, их улыбка, это просто момент вежливости, да, за ней ничего не стоит, никто вас там не любит, даже наоборот. Вот вы пройдёте, да, вам тут улыбнулись, да, вы скроетесь глаз, и вас будут чехвостить, и, может быть, там ещё что-то. Вот до такой степени. Мне кажется, у русских людей, у них по-другому. Они своим взглядом, своим выражением лица сразу дают понять, что о тебе думают, да. Вот подделать будет сложно реакцию русского. Но, во всяком случае, по моему лицу всегда видно, что я думаю. Я думаю так. Ну, вообще, у русских эта вот фишка, да, с улыбкой, она же тянется с покон веков. У нас же столько много поговорок, да, про улыбку, да, про смех, там, там, смех без причины, признак дурачина, да, там, хорошо смеётся тот, кто смеётся последний. Ну, короче, разные, да, есть такие поговорки, да. И да, если, например, мы идём по улице, и нам улыбается какой-то человек незнакомый, да, или говорит, здравствуйте, как у вас дела? Ну, как это в США принято, да, там, в Южных Штатах, да, это скорее в Южных Штатах, я думаю, что, ну, где-то в Северных, возможно, там это так и не принято, да. Ну, если нам так на улице начнут говорить, ну, мы реально подумаем, боже мой, это что, какой-то сумасшедший, что ли, что он от нас хочет, это точно какой-то аферист, ну, по-любому, вот, каждый среагирует именно так. И сразу отстранится там, не захочет ничего, ну, как бы, с ним контактировать, пройдёт мимо. Ещё такой интересный факт, это я вот по своему ребёнку, как бы знаю, тут у бабушки были, и я ушла там на занятия, потом пришла, и, короче, бабушка рассказывает. Рассматривали с ребёнком там они фотографии, и на одной из фотографий один родственник улыбался, ну, так вот, зубы оскалил, и у меня дочка-то и спрашивает у бабушки, что, а чего это такой дядя злой, злой? Бабушка говорит, да он не злой, он просто улыбается. То есть, видите, у ребёнка идёт восприятие, что вот это оскалк, оскалк, да, зубы, когда видны, улыбка, да, это признак враждебности. Но мне об этом и муж тоже говорил. Он говорил, что, например, если ты видишь каких-то собак, ни в коем случае не улыбайся, не оскаливай зубы, это значит, ну, животный оскал, да, что это признак враждебности, то есть это может, наоборот, разозлить, да. Вот я об этом, кстати, хочу сказать, вот вернёмся к началу, да. Вот когда я смотрела в Инстаграм видео этой девушки, да, женщины, да, фитнес-коуча, да, мне нравились её видео, да, она меня мотивирует, но, блин, когда она начинает улыбаться, вот эти вот лошадины, вот эта, извините, улыбка, вот, да, извините, женщина, вот, Ольга, по-моему, из-за вотказа, так же, как и меня, то я чувствовала тоже какое-то вот, ну, что-то отталкивающее, я даже объяснить не могла, да, вроде мне женщина нравится, мне всё в ней нравится, но вот что-то внутри отталкивает от неё сразу же, ну, возможно, это как раз-таки вот на природном уровне, да, работает. Ну, вопрос тогда, почему у нас в России это оскал, это как бы признак, да, агрессии, враждебности, а в США наоборот, если они улыбаются во все эти зубы, причём там ещё зубы, знаете, такие, если всякие виниры, керамика, там такие зубы, ого-го, да, почему у них это, ну, признак, не знаю, там какой-то уважительного отношения, симпатии, да, позитива, почему, я не понимаю. Тут я в интернете статью такую надыбала, и там, короче, говорится, что вот эта вся фишка у американцев с улыбкой, она пошла от Карнеги или Карнеги, как правильно, не знаю, ну, короче, где-то там с 30-х годов, да, ну, кто не знает, это такой был психолог, да, ну, скажем так, я думаю, что он не совсем психолог, так чисто популяризовал это направление деятельности, да, книжки начал писать, ну, там, типа, как найти друзей, да, я помню, я читала эти книжки, я ещё была там ребёнком, ну, мне нравилось, да, ну, как это применить на практике, я тогда не знала, я думала, что это из ряда фантазий, да, всем улыбаться, ля-ля-ля-ля, ну, короче, тут вот приведены некоторые цитаты, на самом деле, да, они, вот, как сказать, истинны, да, правда, если так задуматься, всё вот так. Чо Карнеги писал про улыбку, «Она ничего не стоит, но много даёт. Она обогащает тех, кто её получает, не обедняя при этом тех, кто её одаривает. Она длится мгновение, а в памяти остаётся порой навсегда. Никто не богат настолько, чтобы обойтись без неё, и нет такого бедняка, который не стал бы от неё богаче. Она – отдохновение для уставших, дневной свет для тех, кто упал духом, солнечный луч для опечаленных, а также лучшее противоядие, создано природой от неприятностей. Её нельзя купить, нельзя выпросить, нельзя ни одолжить, ни украсть, поскольку она сама по себе ни на что не годится, пока её не отдали». Ну, короче, пишут, что книги Карнеги, они очень популярны среди американцев, были и есть. Ну, наверное, это так. Наверное, по книжкам по его научились. Ну, нет, интересно просто, а что было до? Что было до Карнеги, да? Что, они тоже, как и мы, не улыбались? Они ж тоже приехали туда, как сказать, они ж эмигрировали в США, из разных стран, в том числе из России. Но вообще тут в статье пишется о том, что это вообще такой как бы культ, американский культ позитивных эмоций. Культура поощряет и стимулирует жизнерадостность, что ярко иллюстрирует характерные для Америки девизы, такие как «Не сдавайся», «Не подавайся ударам судьбы», «Не показывай никому, что у тебя что-то не в порядке», напускной оптимизм любой ситуации – вот та черта американского национального характера, которая официально одобрана и внедряется в общество всеми доступными средствами. В американской культуре с детства прививается не только чувство жизнерадостности, но и постоянное стремление к счастью. Даже декларация о независимости США провозглашает стремление к счастью неотъемлемым правом каждого гражданина. В США, как, впрочем, и везде не любят, когда человек ноет и жалуется на жизнь. Таких людей принято считать слабаками и неудачниками, и как следствие недостойными гражданами. Некоторые психологи придерживаются мнения, что именно позитивный настрой и улыбка помогают людям быть успешными и добиваться поставленных целей. Американская улыбка играет важную роль в идеологической пропаганде, внушая жителям США мысль о том, какое это счастье, удача, привилегия быть гражданином этой страны. Ну вот я думаю, что с этим всё связано, да? Вот смотрите, вот у них, да, у них реальная идеология в том, что, да, нужно гордиться своей страной, там, тут самая сильная страна в мире, да? У нас есть такая идеология? Ну, у нас там что-то в школе пытаются, но я не знаю, как бы, да, что-то там говорят, что у нас самая большая, самая богатая страна. Но что-то этого не видно на практике. Может, поэтому, может, поэтому мы так мало улыбаемся? Опять всё свожу к тому, что фигово живём, во всём виноват Путин, да? Ну, блин, ну, если это так, если так. Понимаете, вот я помню, в школе, да, нам говорили, самая большая страна, там, это всё, много природных ресурсов, типа, мы должны быть, как бы, быть богатыми, да? Там всё принадлежит народу, но по факту где, где, где у нас хоть, мы бедные, мы вообще бедные, мы так плохо живём, ребятки, мы уже, наверное, как в стране Африки живём просто. Африка, наверное, то лучше живёт, чем мы. Я тут подсаживаюсь на каналы всяких там иммигрантов из России, в США, блин, я смотрю, когда они там распаковывают какие-нибудь пакеты с продуктами, которые им бесплатно дают, там, им дают какие-то телефоны в школах, там, которые у нас стоят 50-60 тысяч, планшеты какие-то, им это всё даётся бесплатно. Я смотрю, просто думаю, боже мой, ну, понятно, что не в каждом штате, да? Понятно, что от штата к штату там различия есть определённые. Ну, ты просто думаешь, какая мы большая, там, богатая страна, да? И чему радоваться? Да нечему улыбаться, да? А те люди, которые призывают улыбаться, не знаю, просто так, вот это действительно можно применить, нашу русскую поговорку, смех без причины, признак дурачина. Ну, правда, ребятки, вот правда. Я вот понимаю, почему улыбаются, например, американцы. Я могу это понять. У них такая идеология. Их там, ну, государство старается для народа. А мне чему улыбаться? Мне чему улыбаться? Потому что олигархи обогащаются с каждым годом всё больше. А я становлюсь всё беднее? Мне там надо улыбаться? Оптимистовы, хреновы. В общем, короче, опять я что-то, Оля, разошлась. Как всегда. У меня всегда в одну всю кучу. Мне иногда вот комментаторы пишут. Ты там это всё критикуешь, критикуешь, предложи какой-нибудь там это лучший вариант. Как что сделать? Я могу вам предложить, как улучшить жизнь в Россию? Прекратить воровать? Вы прекратите воровать? Ну, в смысле, они прекратят воровать? Нет. Всё, всё. Вопрос закрыт. Кстати говоря, ребятки, я ж волосы покрасила. Посмотрите. Короче, дома. Купила, короче, краску тут на днях. Лисап, Лисап. Блин, 800 рублей уже с оксида вместе стоят. Дорогая краска. Дорогая. Это итальянская Лисап. Хорошая краска. Мужу говорю, крась меня сам. Ну, корни. В смысле, корни от роста, от седых волос. С 18 лет у меня волосы сидеют. Муж говорит, я не буду тебя красить. Я говорю, крась. Я сэкономлю 700-800 рублей на покраске корней. Я говорю, там ничего сложного. Мне подруга объяснила, как надо красить. Короче, вначале разделяешь голову на две половинки, а потом по затылку еще на 4 квадрата. И вот так потихонечку красишь. Вначале один квадрат берешь. Вот так вот зацепляешь волосы. Там такая расчесочка, не расчесочка, а кистка такая, знаете, с одного конца кистка, с другого такая палка. И вот так откидываешь, вот так вот покрасил. Потом еще откидываешь, опять покрасил. Короче, говорю, крась. Он вначале сопротивлялся, сопротивлялся. Потом это я говорю, ну, согласился, короче говоря. И что, нормально покрасил? Нормально покрасил, все нормально. Я сказала, ну, все, будешь теперь каждые два месяца мне корни красить. А я вот эти деньги, которые сэкономлю, да, на парикмахерских услугах, короче, куплю себе лучше большую банку этой маски Лисап. Она тысячи полторы, наверное, стоит. Слушайте, маска классная тоже у Лисап. Это не реклама. Я серьезно говорю, я пользуюсь уже много лет только Лисап. Ну, краска для волос. Шампунь-то дешевая. Шампунь можно дешевый купить. А вот краску, ой, тьфу, да, надо нормальную покупать. И маску. Маску надо покупать нормальную. Микрофон падает. Что-то у меня микрофон падает, стол такой скользкий, и он так немножко падает у меня. Что вам еще показать? Тут муж лампу купил ребенку настольную. По-моему, Ситилинк он заказывал. Там на бонус она обошлась в 350 рублей. Сейчас я вам покажу ее. Во, ребятки, смотрите, какая лампа. Смотрите, видно вам? Вот она так складывается. Светодиодная, что ли, короче. И вот тут такой кругляшок, короче, тут кломбочки сенсорные. И вот так раз. А, ну тут сейчас она выключена, короче. Короче, тут много режимов всяких разных. Посветлее, потемнее. И вот тут даже ночник такой. Типа включаешь, и тут светится. Фирма какая-то. Art Style. Ну, по-моему, в Ситилинке он ее покупал. Слушайте, она такая классная, розовенькая. Смотрите. И главное, что она не рябит, если на видео. Если на видео снимаешь, она не рябит. В общем, ребятки, я лично для себя такое сделала. Вывод, что я просто жизнерадостная, в принципе, по жизни, да. Если мне не хочется улыбаться, ну, я могу, да, состроить такую кислую физиономию. И, честно говоря, я вообще никогда не обижаюсь, не обращаю внимания, если у других людей кислая физиономия. Я знаю, что это такой менталитет, менталитет у русских, да, у россиян, да, что вот, ну, такие вот мы, да. Ничего никогда не замечаю, но себя никогда не переношу. Но, в принципе, стараюсь, как бы, если это не мои знакомые, да, у меня, конечно, будет кислое выражение лица, да, вот как я вам показываю, вот такое вот. Это экономный режим, я называю. Я так экономлю свою энергию. То есть, если я буду постоянно улыбаться, я вам объясню сейчас, если я постоянно улыбаюсь, то у меня тратится очень много жизненных сил. То есть, я как будто энергию всю свою раздариваю. И, честно скажу, раньше даже, когда вот у меня ещё панические атаки были, да, вот если я, у меня день проходит очень позитивно, очень энергозатратно, вот именно я вся такая на позитиве, то у меня потом ночью может долбануть паническая атака, потому что сильные эмоции. Поэтому в обычной жизни, когда я там с незнакомыми людьми, я стараюсь экономить свои силы. И вот это кислая у меня физиономия, да. Но если, конечно, это мои знакомые, это клиенты, там, друзья, я стараюсь выбирать такое, ну, такое, как сказать, позитивное, но достойно позитивное выражение лица, да, то есть не перебарщивать. А то я помню, как-то в Инстаграме я наткнулась на видео, там, короче, реклама зумбы, зумба, направление такое. Ну, типа, как-то аэробика такая танцевальная, но оно запатентованное, это направление. И там, короче, девка, она прям, она танцует, ведёт занятия, а у тех, кто ведёт зумбу, у них такая фишка, они лицом к занимающимся танцуют. И она прям вот так. Понимаете, вот эти вот мышцы лица, они как будто силком навязываются. Но я знаю, что их там, когда проходишь курсы вот эти вот по зумбе, их вытренировывают, чтобы у них вот лицо прям вот это всё. Я написала комментарий, я не удержалась. Я написала комментарий, что, ну, пусть люди знают, да, как выглядит это со стороны, да, для россиян, что ощущение, что вы под чем-то просто, ну, реально. Вот я бы к такому педагогу не пошла заниматься, ну, а фиг знает, может, она там, это, что, понимаете, перед, это, занятием, что-нибудь она там приняла, фиг её знает. Я бы не пошла бы к такой, и если бы ребёнка своего к такой не повела, чей-чур позитивный. Да чёрт знает, правда, что она там делает, да, в свободное время. Но зумба, это направление, которое, как бы, оно, я не помню, где оно произошло, вот, то ли оно из Бразилии, то ли оно, ну, короче, из Америки, по-моему, латинской, да. И, как бы, понимаете, да, там другая культура, там это всё может быть принято. Но когда ты работаешь на российский рынок, ты должен понимать, что в России многие вещи не сработают. Нужно понимать культуру той страны, в которой ты собираешься продавать эту услугу. Вот, в общем, ребятки, ладно, пишите своё мнение в комментариях, что вы об этом думаете. Ставьте лайки, ставьте лайки, зайки. Субтитры сделал DimaTorzok